здравствуйте друзья что сегодня происходит со мной сегодня со мной происходит мой день рождения и я послушал одну из одну из тысячи любимых пластинок хочу поделиться с вами тем что я послушал сегодня напомню одно из тысячи любимых пластинок у меня нет такого там это мой самый любимый альбом это невозможно сказать невозможно такое количество музыки нас окружает и старые и новые и тут споры вечно идут по поводу старой музыки новой музыки ну я вообще не разделяю музыку старую новую среднюю какую-то полусреднюю и прочую музыка есть музыка она звучит она звучит сегодня в моей квартире значит это современная музыка современная музыка это та которая которую я слушаю сегодня вот и все это можно заканчивать разговор до современная несовременная так вот такое количество музыки и сейчас музыки выходят намного больше чем выходила в 60-е 70-е годы просто в силу технических возможностей и больше и хорошей музыки невероятное количество невероятно просто тысячи альбомов появляются каждый год тысячи просто нужно да не нужно ничего просто если смотреть интересоваться этим то вы увидите и услышите эти тысячи альбомов очень разные очень разные необычные интересные невероятные абсолютно и дело в том что не все они уходят в струю шоу-бизнеса очень много локальных коллективов локальных локальных альбомов какие-то сложные вещи говорю но тем не менее они невероятно хороши но сегодня я не об этом говорю а сегодня я вспоминаю вдруг мне вспомнилась телевизионная передача под названием три аккорда вот этот оголтелый рев не блюзовый да а вот то что по странному стечению обстоятельств называется русским шансоном хотя я писал уже в комментариях откуда взялось название русский шансон это к шансону вообще никакого отношения не имеет просто давным давно где-то в то ли в конце 80-х то ли в начале 90-х в москве решили устроить фестиваль блатной песни большой в хорошем зале с известными артистами этого жанра к исполняющими блатную песню но администрация запретила писать название фестиваль блатной песни в москве как-то это было нехорошо с их точки зрения и поэтому кто-то по моему новиков даже певец такой известный определенных кругах сказал что давайте назовем это русский шансон я не помню может быть и не новиков кстати я боюсь ошибиться хотя не боюсь ошибся и ошибся вот и написали фестиваль русского шансона так и понеслось с тех пор русский шансон вот это вот звериная оголтелая музыка громкая рябущая иногда тихая но она все равно агрессивная весьма внутри себя вот и три аккорда до чего я начал с трех аккордов вот я тоже послушал пластинку такую билл эванс называется everybody's dicks билл эванс здесь есть удивительная пьеса называется она пис 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 кусочек мира ну так примерно можно перевести довольно коряво я это перевел но тем не менее часть или часть мира на пис пис вот она тоже можно сказать на трех аккордах даже наверное на двух с половиной аккордов потому что там 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 вместо третьего аккорда одна нота играется и вот эти два с половиной аккорда они оказывают столь магическое действие столь они так прекрасны они так погружают себя что не нужно бояться слова джаз многие я знаю как-то воротят носа джаз какая разница джаз не джаз это музыка божественная вот эти два с половиной аккорда которые играются в левой руке биллом эвансом очень достаточно медленно и в правой руке импровизация что такое импровизация в данном случае мы привыкли все ну в шутку я скажу испорченные тяжелым роком привыкли что импровизация это импровизация вдох выдох и вперед и импровизация на разрыв души да вот человек импровизирует что-то там такое играет а здесь импровизация не похожа на привычную вот эту вот импровизацию это такие удивительные колокольчики высокие ноты переливы неожиданные остановки потом опять вот эти божественные какие-то небесные колокольчики чудесные играющиеся биллом эвансом на фортепиано и они так неожиданны повторюсь еще раз так вдруг они возникают вдруг непонятно непонятно в каком месте вдруг почему здесь и и это вот эта музыка с самодостаточная музыка с большой буквы м вот эта музыка настоящая вот мы слушаем настоящую музыку да и чтобы понять что такое музыка послушать вот этот самый и спис но это опять-таки мое мнение на мой взгляд это такая совершенная идеальная музыка 6 половиной минут идет произведение ничего страшного не хочется чтобы она заканчивалась здесь знатоки сказать услышат и брайана и на и зачаточный эмбиент хотя это какой-то по-моему пятьдесят девятый год если мне память не изменяет или пятьдесят восьмой до пятьдесят восьмой совершенно верно второй альбом билла эванса первый вышел в пятьдесят шестом и пятьдесят восьмом но это отличается от рок структуры потому что ну во первых это джаз да хотя жизнь во первых джаз тоже бывает разный а здесь длительность аккордов которые играет билл эванс в аккомпанементе длительность все время меняется незаметно незаметно для уха и для тела она меняется то есть тот то дольше звучит аккорд то тише то вдруг повторяется один аккорд вместо того чтобы перейти на второй то второй аккорд повторяется первый остается где-то вдалеке то вдруг пауза в аккомпанементе возникает то есть вот это настоящая импровизация настоящая импровизация и помимо фортепиана здесь играет еще и тишина и тишина работает так же как ноты билла эванса вообще удивительный человек меня в комент почему я заговорил об этой пластинке причем я сегодня послушал в комментариях один из зрителей спросил меня не может ли рассказать что-нибудь про билла эванса вот я рассказываю не пробила янца про пластинку вот эту грибаде дикс билл эванс все торчат все врубаются в билла эванса и здесь приведены даже на обложке это переиздание конечно это не оригинальный альбом но обложка обложка оригинальная все равно и здесь джулиан канон был эдерли например говорит про билла эванса майлз дэвис говорит про билла эванса что что же говорит майлз дэвис я многому научился у билла эванса научился от его фортепианной игры от того как он понимает музыку и как он правильно и здорово играет на фортепиано и музыкально мыслит что самое главное ну человек с классическим образованием мог бы заниматься симфонической музыкой мог бы преподавать но он ушел в джаз и джаз стал играть не похоже ни на кого и собственно говоря он был единственным белым музыкантом который принял участие в коллективе майлз и дэвиса сначала был тур в пятьдесят восьмом по моему тоже году большой тур с ансамбля майлз и дэвиса потом билл эванс ушел из ансамбля дэвиса потому что как я прочитал майлз дэвис выдвигал завышенные требования к эвансу эванс ушел хотя майлз дэвис не то чтобы боготворил эванса а как я уже сказал отзывался о нем как об одном из своих учителей но потом дэвис позвал снова билла эванса к себе и при его участии был записан альбом kind of blue самый продаваемый альбом джаза всех времен все про это знаю самый популярный самая такая трейдмарк джаза современного условно говоря современных потом эванс опять ушел от дэвиса и пошла уже другая история в промежутке между работой с дэвисом когда вот он как раз уж он записал вот эту пластинку и рыбали дикс билл эванс называется пластинка не пользовалась спросом потому что эванс был неизвестный человек совершенно на тот момент времени хотя уже играл с дэвисом уже отъездил тур но он был какой-то просто белый пианист и народные массы его не не очень хорошо знали потому что народные массы интересуются в первую очередь брендами конечно бренд это майлз дэвис был а рядом с ним какой-то пианист белый в очках вида профессора консерватории такой тощий белый парень закончивший видимо консерваторию очень хорошо играет ну и всего да собственно говоря и пластинку не очень хорошо покупали в силу чего оригинальный диск является бешеной редкостью его практически не найти первое издание этого альбома мне меня удовлетворяет и вот это переиздание переиздание достаточно много можно их с большой легкостью в общем-то найти и наслаждаться этой музыкой и наслаждаться ну во-первых переспис я уже сказал да во вторых наслаждаться минорити первым номером который здесь идет очень веселая вскачет такая несущаяся джазовая пьеса не вот горе слова джазовая чтобы вас не отпугивать чтобы не отпугивать тех кто сразу там а джаз я не люблю там стариковская музыка ну она гораздо менее стариковская чем дипеопл например и вот запилена юра ахип я вас уверяю что она звучит гораздо современней так получилось в силу того что в силу качества этой музыки просто я нэнд фу лишь следующий номер очень красивая медленная пьеса и вот здесь стиль билла эванса его работа с тишиной его неожиданные аккорды висящие в воздухе они завораживают вот это это просто самое самое то что то чем славится эванс вот эти вот неожиданные аккорды которых одновременно и много а с другой стороны все время есть пауза все время есть тишина все время есть пространство есть дыхание и все время это мягкая теплая очень лирикой мальдс дэвис говорил что мне нравится эванс тем что когда мы начинаем играть он зажигает свой маленький фонарик и его музыка струится в лучах этого фонаря как какие-то такие магические кристаллы в теплом ручье вот что-то такое примерно сказал мальдс дэвис но это очень точно отражает суть музыки эванса lucky to be me еще одна медленная пьеса опять вот с этими красивейшими аккордами это вот манера эванса как строить эти аккорды непонятно непонятно как непонятно в каком месте но очень здорово очень красиво главное красота красота как она есть и бешеная пьеса night and day кула портера которая начинается с невероятных ударных на ударных здесь играет прекрасный филе джо джонс которую считают одним из лучших джазовых барабанщиков ну я не люблю все эти все эти регалии лучший барабанщик лучше лучших барабанщиков джазовых очень много было на тот момент времени и да и сейчас тоже немало сэнд джонс на бас на хотел как на бас-гиталь на контрабасе естественно естественно и эванс на фортепиано так вот джонс здесь джо джонс на ударных врубается просто сразу в эту в эту тему night and day которая длится всем больше 7 минут немножко и и понеслась гонка кто быстрее билл эванс или барабанщик с контрабасистом и вот этот удивительный плавный удивительно плавная манера разреженная игры билл эванс который мы привыкли казалось бы он так так и весь альбом будет нет здесь такая бешеная скорость такие невероятные пассажи одноголосые с аккомпанементом в левой руке естественно и в правой такая такие скоростные навороты что боже мой вот как оказывается и здесь уже слышно классическая музыка здесь уже слышно что эванс это классический академический музыкант который очень хорошо знал музыку баха играл ее и любил и это все здесь уже присутствует несмотря на то что это колл портер автор данного произведения ну и еще одна штука очень интересная это олео сони роллинза на второй стороне четвертая пьеса где тоже ну сони роллинз понятно он музыкант скоростной весьма и эванс играет тоже достаточно быстренько здесь быстренько красиво но все равно паузы все равно воздух все равно красота и мягкая теплая мягкий теплый вот этот маленький фонарик музыки эванса поэтому я очень конечно советую этот альбом тем кто любит джаз тем кто не любит джаз а те кто не любит джаз они скорее всего просто его не знают просто его мало слушают и все ничего не надо бояться музыка хорошая она всегда хорошая как вы ее не назовите а я пошел пить пока